Всем привет! У нас сегодня новое устройство от CISC, которое называется WebEx Desk Pro. Новый кодек, по сути, для использования либо в небольших переговорных комнатах, либо на столах руководителей. Он позволяет проводить, естественно, видеоконференции. Он очень интересным образом работает с контентом. Ну и много всего интересного в нем спрятано. Давайте попробуем коротко на это посмотреть. Во-первых, у него для работы с контентом имеется вот такой вот Type-C интерфейс. Если его подключить к обычному ноутбуку... Я подключил его к ноутбуку, у нас на экране кодека появляется картинка с этого ноутбука, что, в принципе, могут делать многие. Но самое интересное, мы можем ею управлять. Если я выберу вот эту иконочку с пальцем, я смогу управлять всеми приложениями на этом ноутбуке. Сворачивать и разворачивать окна, смотреть другие приложения. То есть я могу полноценно работать с тем, что у меня есть на ноутбуке. То есть и микрофон, и динамики, и мышка ноутбука передаются с WebEx Desk Pro с обратной связью. То есть мы пришли на работу, подключили ноутбук и пользуемся вот этим сенсорным экраном вместо ноутбука для каких-то презентаций и совещаний. Помимо этого, это устройство обладает поддержкой голосового помощника. И если я скажу... Hello, WebEx! Hey, WebEx! Ну, у меня не получается, но тут есть голосовой помощник, вот товарищи мне показывали, который может делать различные вещи, звонить кому-то, либо изменять раскладку в конференции. Устройство может быть зарегистрировано как в облаке, тогда оно является клиентом WebEx Teams и работает под управлением операционной системы Room OS. Либо его можно зарегистрировать на выделенной инфраструктуре, и тогда, как мне объяснили, это будет являться операционским названием CE, Collaboration Environment. Само устройство позволяет разрабатывать для него сторонние приложения. Вот с помощью HTML можно делать свои сторонние программы. Такой пример. Что еще интересно, он очень классно и быстро реагирует на касания. То есть, похоже на iPad, то есть, реально быстро рисуется. Если вы видели всякие интерактивные доски, вот эта штука реально быстрая. Очень клево, можно что-то писать и рисовать. По поводу камеры. Мы можем на этой камере размывать фон. Вот если вот настоящая картинка с выставки, вот так вот я выгляжу. Если мы размываем фон, то он с помощью датчика глубины и компьютерного зрения определяет, где находится человек или несколько людей, убирает фон. Ну, можно заменять фон на какой-то другой. Ну, видите, есть такие размытые границы. Но в целом, для целей комфортного общения, когда вы не хотите делиться тем, что вы за спиной, это более чем достаточно, хорошо работает, никаких вопросов нет. Вот, картинку тут можно было как-то максимизировать командой голоса, но, боюсь, у меня не получится сейчас это сделать. Другая интересная возможность, это 4К-камера. Сейчас видно, что она включена, и у нее есть шторка. Ее можно закрыть, и камера отключится. Можно открыть, она вот снова включилась. И ребята еще сказали, что большое отличие от прошлой серии DX90, это совершенно другой звук. Очень качественный, очень громкий, потому что здесь встроено несколько динамиков, которые можно использовать для подзвучивания даже небольшой переговорной комнаты, а не только для личного использования. Ну и самое главное, это устройство не дешевое. Оно, конечно, очень классное, и по своему функционалу очень похоже на WebEx-борд, на большое устройство, которое мы сейчас тоже покажем вам, которое ставится в переговорной комнате. Цена у него порядка 8, мне точно не сказали, около 8-10 тысяч долларов за само устройство, в рознице будет цена. Вот, ну, интересно, очень здорово. И, естественно, тут все эти фишки еще поддержаны, такие как автоматическая интеграция с WebEx Teams. Если приложение WebEx Teams запустить на телефоне и положить рядом с устройством, оно с помощью ультразвука автоматически синхронизируется, авторизуется на этом кодеке DeskPro. Поэтому с точки зрения юзабилити очень-очень продвинутый, продвинутый эндпойнт. Спасибо. Окей, WebEx. Окей, WebEx. Окей, WebEx.